МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшнее мероприятие проходит в караоке клуба «Радмир». Такие теплые вечера караоке клуб будет готовить раз в месяц. Любой желающий абсолютно может прийти и спеть. Это, как обычно, караоке-день. Сегодня я буду исполнять исключительно хиты 2016 года. Это будут все последние версии песен и интересные обработки. Поле зрения в поле пола. Это вместе в школе. Все хотят решать на пол. Пока ты на там споре. Ни отсюда, ни наши. Говорили, шепи вопрос. Ну, где же ты была раньше? На летний период, в первую очередь, для того, чтобы можно было как-то привлечь новую публику, к нам мы начали создавать вот такие вот арт-вечера. Это не обязательно. Там должны быть какие-то люди с каким-то статусом в нашем городе. Там могли быть все желающие, которые хотят показать, что они умеют. Ну, это, в конце концов, новые знакомства. Потому как на эти творческие вечера, помимо того, что приходят какие-то друзья этих людей, которые, ну, выступают, скажем так, приходят новые люди, которые видят там новые лица в Харькове. Если очень сильно понравились, там очень часто приглашают в какие-то места где-то выступить. То есть, в принципе, это самого рода там помощь людям для самореализации в нашем городе. Ну, вот в сфере вокала. Любой желающий может прийти к нам в любое время, там, он может обратиться так, как к обычному караоке-менеджеру, так просто к администратору сказать, что так и так, вот я очень бы хотел там провести свой творческий вечер. Денег мы никаких за это не берем. А наоборот, ребятам там помогаем, там делаем определенные скидки в этот день. За оперным театром состоялся второй в этом сезоне кинопоказ в рамках проекта «Кино под открытым небом». В Харьковском академическом театре имени Александра Сергеевича Пушкина показали премьеру известного бродвейского спектакля «37 открыток», поставленного по пьесе современного американского драматурга Майкла МакКивера. Спектакль по пьесе современного американского драматурга МакКовина называется «37 открыток». Это пьеса о диффузной семье, в которой происходят события, связанные с тем, что эта семья закрылась от правды существования и ушла в некое другое измерение, пребывая там, тем самым разрушает некие устои, связанные с проблемой, как жить по законам правды или создавать иллюзии. И вот что в результате с этой проблемой происходит в спектакле, я думаю, что зритель, когда придет, он посмотрит и сделает определенные выводы, как жить по законам правды или все-таки пребывать в неких иллюзиях. А в органном зале при Свято-Успенском соборе отыграли концерт в честь закрытия сезона органной музыки. Вновь насладиться классическими музыкальными произведениями харьковчане смогут уже в августе. Сегодня в нашем зале закрытие органного сезона. Последний органный концерт в этом сезоне. Это мой сольный концерт органной музыки. В течение сезона у нас каждый месяц идут различные тематические программы. Каждый концерт имеет свою тему, имеет свою программу. Но вот подобные точки, как открытие, закрытие, праздничные концерты, это своего рода гала-концерт, где просто звучат органные шедевры разных эпох. С середины августа мы начинаем летние вечера, летние концерты. Это будут концерты самых разных жанров, в том числе и органные концерты. На главной сцене харьковской фан-зоны 2016 выступили воспитанники одной из городских танцевальных школ. Танцоры и танцовщицы продемонстрировали свою технику в направлении пол-дэнс. Сегодня ожидается выступление в стиле пол-дэнс и в стиле контемпори, в основном. Дуэты, сольники, групповые номера. Каждый номер показывает даже тот же пол-дэнс. Один номер показывает чувственность, женственность, пластичность. Другой номер показывает силу, выносливость, терпение, усилие, старание. Некоторые номера будут такие, которые все это соединяют воедино. То есть, в принципе, все это танец и спорт. Также на этих выходных состоялся фестиваль по скалолазанию и альпинизму «Кубок памяти», посвященный памяти погибших в Пакистане украинских альпинистов. Соревнования проводятся в фестивальной форме. То есть, есть 10 трасс, которые в свободном режиме все спортсмены должны преодолеть. Если какая-то трасса не пройдена до конца, то отсекается высота подъема. И по сумме этих результатов по пройденным трассам определяется победитель.